В беседы святителя задумываются о том, почему бедствия не обходят святых. Часто бывает так, говорят, вот смотри, человек живет, говорит, хорошо, не грешит вроде бы, и все благополучно, а у него то случилось, а то случилось, а вот тот совсем плохо живет, а у него все, как бы сказать, по массу идет. И вот святитель говорит так, я могу указать вашей любви 8 причин всякого рода и вида бедствий святых. Итак, первое состоит в том, что Бог попускает им терпеть беды, чтобы они вследствие величия своих заслуг и чудес не впадали скоро в гордость. Первая причина. Вторая. В том, чтобы другие не думали о них больше, чем свойственно человеческой природе, и не полагали, будто они боги, а не люди. Поэтому читаем мы в Деяниях апостолов, что когда апостолы пришли, сделали чудеса, то им хотели принести жертву, как богам. Но они говорят, остановитесь, мы такие же люди, как и вы. Третья причина. Чтобы сила Божия являлась могущественной, побеждающей и умножающей проповедь через людей слабых и связанных узами. Четвертое. Чтобы яснее обнаружилось терпение их самих, как людей, которые служат Богу не из-за награды, а являют такое благомыслие, что и после великих бестий обнаруживают чистую любовь к нему. Мы слышали сегодня в апостольском чтении, что апостол Павел говорит о себе, сильно ему досаждает пакостник. Я много раз, говорит, молился Господь, чтобы удалил его от меня. Но Господь сейчас немощи силой совершается. Поэтому терпи, Павел. Пятая причина. Чтобы мы любомудрствовали о воскресении. В самом деле, когда увидишь, что муж праведный, исполненный великой добродетели, терпит без конца бедствия, так и уходит из этого мира, то ты невольно вынужден будешь подумать о тамошнем суде. Потому что если люди не дозволяют трудящимся за них уйти без награды и воздаяния, то гораздо больше Бог не захочет когда-нибудь отпустить неувенчанными тех, кто столько потрудился. А если Он никогда не захочет лишить их воздаяния за труды их, то необходимо должно быть какое-нибудь время после здешней смерти, в которое они получат воздаяние за здешние труды. И шестая причина. В том, чтобы все, подвергающие несчастьям, имели достаточное утешение и облегчение, взирая на них и помня о случившихся с ними бедствиях. Приводится пример многострадальный Иова, праведный был из всех людей, но претерпел какие искушения? Был, лишился детей, лишился всего имущества. Наконец, такая болезнь, страшная проказа, что он говорит, ну то есть тело отпадает от кости, обнажаются кости даже. И это претерпел Он. И когда самых из близких людей жена говорит, прокляни Бога и умрешь, чтобы скорее умереть, ты, говорит, как одна из безумных. Разве только мы должны только за доброе славить Бога? И когда Он претерпел все это, в одной из беседствителей говорит, когда дьявол, говорит, соскреб с него тело, и через его, говорит, ребра увидел сердце его, наполненное любовью к Богу, то Он, говорит, как ослепленный, бежал от него. Существует причина в том, чтобы все, подвергающиеся несчастьям, имели достаточное утешение и облегчение, взирая на них и помня о случившемся с ними бедствиях. То есть это пример нам, что даже и в таких бедствиях, то должны мы не просто ослабевать, а наоборот гореть любовью к Богу. И тогда получим награду вечности. Седьмая причина. Чтобы когда мы призываем вас подражать добродетели их, и каждому из нас говорим, подражай Павлу или соревнуй Петру, вы по причине чрезмерной высоты заслуг не подумали, что они были людьми иной природы. И не отказались боязливо от подражания. Все они такие же люди были. Обыкновенные, как и мы. Часто говорят, так они святые были, поэтому так жили. Но они родились ведь не святыми. Апостол Павел не святой родился, и Петр не святым родился. Один рыбак был, другой там учился, был гонителем даже Христа. Святость-то она достигается трудами, а не просто человек родился святой сам. Мы знаем, что среди святых многие такие, которые были и разбойники, и вели очень греховную жизнь, а потом стали святые. Ну, читаем мы Великим Послом, видим житие преподобной Марии Египетской. Какая она была? А потом стала святая, когда трудами, такими даже, что мы читаем, и думаем, что это невообразимо, это просто выдуманное что-то, чтобы так быть там. 47 лет жить в пустыне, не имея никакого пропитания и одежды. Ну, представьте, даже 47 дней, кто-нибудь выйдете за деревню, даже летом, раздетьесь без одежды, кто нигде не видит, и попробуйте, когда комары есть, и все. Попробуйте 47 дней побыть. Не 47 лет, а 47 дней. И без еды. И восьмая причина. Чтобы когда нужно ублажать и сожалеть, мы знали, кого нужно предсчитать блаженными, а кого жалким и несчастным. Вот восемь причин, почему и святых постигают искушение, и бесы все бывают. А для того, чтобы еще более, говорится, любое возгореться к Богу и получить большие награды вечности. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok